С помощью блог-туров. Недавно Министерство обороны пригласило блогеров в очередной тур в музей военной формы одежды. Главный герой блога Виталия Рагулина, профессионального военного, а ныне фотографа, ветерана локальных войн. Об их проблемах знает не понаслышке. Сам воевал в Таджикистане. В качестве участника так называемых блог-туров побывал уже в нескольких военных подразделениях. Я спрашивал солдат, отводил, спрашивал, как вам служится. У всех положительное было. Все положительные ответы, что служится хорошо, что у нас дисциплина, что питание хорошее. Хотелось бы, конечно, в какую-нибудь плохую часть поехать, там, где солдатскими консервами, то есть собачьими консервами кормят, там поговорить с людьми, подальше уехать от Москвы, узнать их проблемы, поднять это, показать и наказать тех людей, кто за это ответственный. Среди посещаемых блогерами объектов есть просто уникальные. Музей военной формы одежды сегодня единственный в России, где можно увидеть самую полную коллекцию типовых образцов военной формы наград и знаков различий российской, советской и иностранных армий. Только в открытом доступе 16 тысяч экспонатов, среди которых абсолютное большинство – исторические оригиналы, к сожалению, не всегда востребованные. Смотря фильмы, которые сейчас снимают, и, может быть, и давно, ну, раньше снимали, очень много нарушений формы одежды. Я встречаюсь с режиссерами, я встречаюсь с актерами, я им говорю, «Ребят, ну как же вот так? Ну, пригласите консультанта, ну пусть он вам подскажет. Ну, вы же такие делаете элементарные нарушения, расположение орденов, это же все до миллиметров». Своим богатством музей во многом обязан интендантскому управлению русской армии. Оно было учреждено еще в 1868 году в столичном Санкт-Петербурге с чисто практической целью. Образцов формы и снаряжения в различных родах войск тогда было так много, что офицеры, случалось, путались, что и когда надевать. Для разрешения подобных затруднений и было учреждено столь полезное заведение. Как утверждают работники музея, сегодня только здесь можно узнать, что фуражкой раньше отмеряли фураж. Аксельбант служил держателем для карандаша, Буденовка сначала была фронзевкой, а пятиконечные звезды впервые появились в русской армии за 94 года до большевистского восстания. Да и первый вариант мундира Сталина после присвоения ему звания генералиссимуса больше нигде не увидишь. Выполненный в русском стиле с роскошными золотыми палетами, он вождю мировой революции не понравился. Остановил свой выбор на более скромном, шерстяном кителе с отложным бортничком. Блогер со стажем Михаил Михин уже несколько лет работает в поисковом отряде, поэтому военную форму знает досконально. О музее слышал уже давно, но сам здесь впервые. Про него достаточно много было наверчено разнообразных слухов, но надеюсь, сегодня что-то прояснится. Но из-за того, что я слышал, что попасть сюда практически нереально, снимать здесь со вспышкой нельзя, потому что военная форма воцветает. Ну и сама экспозиция я ожидал, конечно, меньшего. Название блога Игоря Сапарова «Сеанс разоблачения» говорит само за себя. В армии не служил, но ее проблемами живо интересуется. Признается, что найти негативный факт не всегда удается. За последнюю поездку, которую я поездил, я как бы прямо сильно изменил отношение к армии. Учитывая, что раньше я был настроен просто принципиально, конечно, 100% негативно. То есть для меня они были просто никчемной конторой, которая просто тратит народные деньги мои, как налогоплательщика. Раньше я так относился. Сейчас я уже реально просто при прямом общении понял, что они другие. Редактор субтитров А.Семкин